Всем привет моим зрителям, добро пожаловать на канал. В этом видео вообще должна была быть мотивация на уборку, так как был как раз контент на это. Вроде бы небольшая комната, за которой я всегда слежу, а тут оглянулась, вообще все везде валяется и пыль столбом на полу. Вещи раскиданы, поэтому приступила. И как обычно, начиная с малого, а заканчивается чем-то глобальным и масштабным, закончилось у меня расхламлением, причем таким конкретным. Перебрала уже после окончания сезона летние и осенние вещи, теперь уже точно можно посмотреть, что носилось, что нет, к чему рука совсем не тянулась. Не знаю, как так получилось, что самая, можно сказать, непроблемная комната превратилась в какой-то просто хаос. Вот все это невозможно, оно настолько портит общее настроение, даже ты думаешь, как-то муж раздражает, дети раздражают, а на самом деле потому что дома бардак. И завтра у моей мамы день рождения, и она будет отмечать у нас. Придет бабушка, поэтому тут сам Бог велел посвятить сегодня время такой уборке. Но помимо поддерживающей уборки, я не буду вас ей мучить, мне нужно уже разобрать шкаф, потому что вещи сезонные лежат, которые требуют того, чтобы их просто убрали. Есть вещи, которые нужно уже разобрать и отправить на расхламление. Обувь нужно разобрать, поэтому у меня сегодня две важные миссии. Навести порядок в этой комнате. Я здесь сплю, я здесь живу, я хочу дышать здесь свежестью, чистотой и порядком. Пол, кстати, мыло дня три назад, и вот я вам показала кусочек пыли. Это вот такой результат за три дня нашей жизнедеятельности. И нужно будет разобрать и убрать всю обувь во втором туалете, как уже называю его, хозблок. Поэтому сейчас начну с того, что уберу все, что лежит на кровати, уберу то, что лежит на тумбочке, и вывалю все вещи, переберу. Что-то накопилось с этим летом, нужно будет расхламить. Наверное, есть разные типы личности. Есть те, которые могут носить по 15 лет одно и то же, если в хорошем состоянии. Я же все-таки, видимо, то, что девочка. Ну, не могу я долго одно и то же носить. Два-три года, и все. Вот даже если вещь лежит, вроде бы она нормальная, рука к ней никак не хочет тянуться. Есть у меня, конечно, и мои любимые вещи. Иногда я даже пытаюсь их как-то спасать, продлевать жизнь, но всему свое время. Ну, и все-таки с возрастом, я считаю, вот эти моменты, когда, ай, да ладно, и так пойдет, уже должны потихоньку уходить. Все-таки взрослый человек, особенно после 35, должен выглядеть уже опрятно. Муж попросил постирать его рабочую спецовку. Она была в ужасном состоянии, в мазуте, в ржавчине, в грязи. Решила предварительно замочить ее в очистители, у меня это Pink Magic, забрала как раз с Valboris. Это 100% перкарбонат натрия, на упаковке написаны способы применения. И что хочу сказать, у меня было много опыта использования разных производителей, и не все справляются со своей задачей. Сейчас в кадре показываю вам ту самую рабочую спецовку мужа. Как видите, она просто в ужасном состоянии. Еще хочу добавить, что от нее исходил соответствующий запах вот этого мазута. Так как загрязнение было сильное, объем чайника у меня 1,7 литра, я добавила на этот объем 3 ложки мерных, та, что идет в комплекте с Pink Magic, и развела 2 таких чайника на каждую вещь. Очиститель необходимо разводить в кипятке. После того, как активизируются все эти гранулы, можно будет добавить просто горячей воды для того, чтобы достичь нужного объема. Оставила рабочую одежду на пару часов и перешла к детской футболке. Она уже постирана, я как раз развешивала чистое белье и заметила, что, мне кажется, пятна эти стали еще ярче. Они уже были, я пыталась отстирать их с помощью других очистителей, но не удалось. Мне действительно было жаль эту футболку, потому что еще Элина могла ее носить и носить. Она хорошего качества, держит форму, принт никуда не девается. Но вот эти пятна посадили и никак не могли вывести. Пока рабочая одежда замачивалась, футболка, делать было нечего, решила попробовать вот такой способ почистить межплиточные швы. Если честно, я на них никогда не обращала внимания. Там вижу, что они коричневые, где-то с потемнениями, где-то немножко отколупались. Но уборка этих швов у меня заканчивалась просто мытьем пола. Здесь же я решила уделить им внимание. Слышала такой лайфхак. Нужно просто немножко замочить их в том же растворе перкарбоната натрия, очистителя и оставить. Сейчас вы можете сами наблюдать, может быть минуты две у меня постоял вот этот раствор на швах. И посмотрите, как легко отходит грязь. Они у нас оказываются довольно приятного, такого светло-коричневого цвета. Остановиться сразу я, конечно, не смогла. Наливала в чашечку как раз раствор от футболки и таким образом постепенно наносила на швы. Затем возвращалась и жесткой мочалкой чистила. После уборки помыла пол чистой водой на два раза. Как раз у меня прошло время, где-то час лежала футболка, два часа спицовка. И посмотрите на результат. Все пятна сошли, а футболка посветлела на несколько тонов. Она уже имела такой застиранный сероватый оттенок. Рабочую одежду мужа после замачивания я закинула в стиралку. Посмотрите, какая была грязная вода. После замачивания я постирала спицовку в стиральной машинке. И после этого не осталось ни единого пятнышка. Вообще абсолютно нет запаха. Муж остался доволен работой жены. Я довольна пятновыводителем Pink Magic. Искренне вам его рекомендую. Действительно хорошее средство. Продается на Valboris. Есть объем 2 килограмма. И покупать его в таком формате будет выгоднее. Ссылку на него оставляю в описании. Обязательно попробуйте воспользоваться. Ну и прежде чем начинать расхламление, вытаскивать все вещи из коробов, из плечиков. В общем, отовсюду принести их на кровать. Мне нужно было здесь прибраться. С утра проснулась старшая дочка первая. У нас тут где-то настольные игры мы нашли. В общем, решила ей так вот уделить время. Потом пришла младшая. Немножко они поиграли. И, по-моему, это была суббота. Их по субботам у меня забирают родители. Я время зря не теряю. Что-то снимаю. Что-то монтирую. Что-то разбираю. Готовлю. В общем, изображаю бурную деятельность. Вообще, как по мне, смена сезонов – это, наверное, самое идеальное и подходящее время для того, чтобы навести порядок в вещах, провести ревизию. Во-первых, посмотрите, что нужно будет докупить. Бывают такие моменты, когда, ну, например, по мелочи что-то. Конечно, пуховик за 10 тысяч. Ты помнишь, покупал ты или нет? А вот там шапка, варежки, особенно детские. Я могу их докупить. А оказывается, что они у нас лежат. Поэтому нужно все перетряхнуть, посмотреть. Ну, если нужно будет там постирать и привести в порядок. Вот тут я показываю. Вообще, я говорила сразу. Сейчас мне хочется сказать закадровой озвучкой. Расхламила этот пуховик. Покупала его в BeFree. Вообще, у меня очень много, почти все пуховики из BeFree. Когда у них есть скидки, когда как раз сезон распродаж, то очень были приятные цены. Но, к сожалению, вот тот пуховик белый, он потерял свой внешний вид. Несмотря на то, что толщина не изменилась, ну, вот эти манжеты затаскались, какие-то стали серые. И поотваливалась фурнитура. Я не хотела ничего ремонтировать, срезать там эти катышки. Сдала вещеворот. Сейчас перебираю детские зимние вещи. И вот это мои теплые зимние брюки. Как хорошо, когда дети однополые. Небольшая разница. И младший у меня, конечно, донашивает. Это в основном все, что было у старшей. Пока она молчит, пока у нее еще там эгоизм не взыграл, что почему я должна донашивать, это очень удобно. Вот эти мои, не знаю, баклажановые, что ли, брюки. Сиреневые, бордовые. Я почему-то путаюсь все время в этих цветах. Покупала их. В конфискате прекрасные брюки. Тепло всю зиму. Можно гулять с детьми и не переживать за лютые морозы. И вот этот пуховик у меня пролежал в вакуумном пакете. Ну, он, конечно, так подмялся ткань, но, в принципе, ее можно было бы отпарить. Наполнитель, да, здесь, а я говорила мех. Но вот этот вот мех, как я сказала, наполнитель, он смялся комками. Я его не раз стирала, все-таки он светлый. И он какой-то стал уже с проплешинами. В итоге я его тоже расхламила. Обычно я оставляю хорошую обувь Агаты на следующий год для того, чтобы продать. И вот здесь как раз такие сапожки. Розовые куомы забрали буквально через два дня. Вот если какой-то другой бренд, вот у меня так, то они до сих пор лежат. Вот эти сиреневые хорошие сапожки. Практически их там не носила Элина, Агата их вообще не носила. Но до сих пор вот объявление висит, 500 рублей не хотят забирать. Вещи мужа не трогаем. Как говорится, хозяин-барин. Просто я вот их перекладываю из одного короба в другой. На моем пуховике белом сверху лежит вот голубая и зеленая курточка. Это я оставляла для Агаты, но как-то не очень она ей понравилась. Был еще пуховик Элинкин хороший, и Агата переключилась на него. Поэтому, скорее всего, куртку тоже расхламлю. Но на данный момент она еще дома. Ну и перехожу к своим летним тонким вещам. Вот все-таки зря я совершила покупку, купила этот пиджак. Если в моменте покупки есть хоть какая-то доля сомнений, то в 90% эта вещь так и будет нелюбимой. Она не пригодится. Зря потратите деньги. Со мной это работает так. Поэтому, если сомневаетесь, то все. Убирайте прочее. Найдете, лучше еще поищите. В магазинах там походите. В интернет-магазинах, на маркетплейсах посидите. Но не совершайте ошибку. Вот я купила этот пиджак за 3000 в фамилии. То ли от того, что я купила его в фамилии. Вот у меня к нему какая-то все равно доля неприязни, что ли, есть. Фамилия почему-то ассоциируется с секонд-хендом, хотя вещи там новые. То ли я не люблю вещи в клеточку в итоге, вот в такую коричневую. Вообще, что-то, знаете, коричневого цвета и так очень много. И в квартире, и в жизни, и вот еще и в одежде. Поэтому я решила уже себя не насиловать и просто тоже его расхламила. Далее перешла к тонким летним вещам и одежде. Какие-то топы я оставила все-таки. Если уже что-то подрастянулось, я сначала все скинула в кучу на выброс. Ну, вспомнила, я же ремонт буду делать, ну, в тот момент. И как бы сейчас медленно, конечно, но потихоньку делаю. Все равно хорошую одежду надевать не хочется. Вот этот костюм из любимого Василька сейчас рассказываю вам. Шорты от него не очень удачные, потому что резинка, во-первых, перекручивается. И когда их натягиваешь, получается, что они в паху впиваются. А когда опускаешь, они перетягивают бока. Поэтому футболка классная, шорты не очень. Покупала в Селли майку. Она уже такая подзастиранная стала, немножко сероватая. Я все скинула в кучу, но потом эту майку достала, потому что вспомнила про ремонт. Очень я хорошо и много носила вот эти рваные джинсы. Даже посадила на них пятно, показала пальцем. По идее, можно было бы их и расхламлять, но они вот мне полюбились. Поэтому пятно, думаю, выведу, постираю, отглажу и еще поношу в следующем году. А вот эти брюки карго, что ли, почему-то вот тоже рука к ним не тянулась. Они очень тоненькие, конечно, их нужно носить на хорошую, такую теплую, жаркую погоду. Но они синтетика, и в них было не очень комфортно. Но решила пока оставить. Все-таки денег стоили они не таких уж маленьких, около трех тысяч. Вот такие у меня зеленые шортики из магазина Син. Покупала их в том году, но взяла на размер больше. И они мне такие большеватые, какая-то попа большая, в общем-то широкие. Тут я оставляю платье. Вот эту юбку, это H&M, ей, наверное, три уже года. В этом году почему-то ни разу я ее не надевала. Мне как-то все казалось, у меня живот внизу выпячивает в этой юбке. То верх не могла подобрать, но все-таки рука не поднялась ее куда-то деть и оставила. И вот перебираю свои летние разные платья. Вот это зеленое платье, точнее, сарафан, покупала в каком же был китайский-то магазин, который сейчас у нас не работает. Но в этом году я его тоже практически не носила. И знаете, есть такое свойство у одежды, даже если она в нормальном состоянии, она начинает надъедать. Ну не хочется, не радует, но она висит и все равно как-то требует своего внимания и давит на совесть. Поэтому если не радует, лучше избавиться. И еще одно такое небольшое разочарование. Покупала тысячи за три с половиной в резерв в этом году вот эти белые джинсы рваные. Вот почему-то мне в примерочной казались они просто шикарные. Но так как они белоснежные и рванные, естественно, их тоже нужно носить в хорошую летнюю погоду. У нас было либо жара, либо холодно. Сейчас их уже не поносишь, понятно почему. И я их практически не надевала этим летом. Покупала в Глории джинс вот такие платья. Конечно, они очень красивые, вискозные, женственные. Вы можете часто меня видеть в этом платье в кадре. Но это уже другое, которое я взяла на два размера больше. Потому что мой сорок четвертый размер эско сел. И они стали очень маленькие. В груди расходятся. В общем, очень короткие. Поэтому, к сожалению, придется избавиться. Почему-то вот эту юбку, это Зарина, я тоже сначала отправила в пакет на расхламление. Но сейчас прошло время. И в последний момент я все-таки ее достала. Думаю, дам шанс. В следующем году поношу. И расхламила два вот таких свитерка. Первый пушистый. Кашемировый, что ли. В общем, на Алиэкспрессе покупала. Тоже три года назад. Несмотря на то, что я его мало стирала. Потому что с ним возни много при стирке. Он все равно как-то потемнел уже. В общем, стал какой-то серый. Ну, я его расхламила. Не так я его часто носила. Вот что-то вот прям не легла к нему душа. И такой вот у меня сиреневый свитерок. Это хлопок. Покупала. Как в магазине называется, тоже забыла. В золе. Его я, конечно, стирала, не жалея. И поэтому вид тоже соответствующий. Тут я колготки все свои. Нижнее белье уж сильно вам близко не показываю. Ну, в общем, все, что тоже мне уже не нравилось. Как-то подрастянулось. Лямки перекрутились, либо потемнели. Все это отправила в мусор. Белье я сразу выбрасываю. И дошла очередь проводов. Тоже у меня что-то все в куче. Вот наведешь порядок, ну, проходит, ну, две недели максимум. Все равно где-то что-то начинает валяться. Вот эта куртка у меня тоже из B-Free. Но она мне нравится. Я ее покупала в том году. И с вот теми баллоневыми брюками очень даже хорошо. Все у меня тут сочетается между собой и тепло. Причем брюки, они еще не имеют такую спинку. Поэтому ничего не продувает. Несмотря на то, что куртка короткая. Дальше я уже перешла к своей обуви. В том году как раз покупала себе зимние ботинки. Покупала в магазине Юничел. Поэтому есть у меня что носить этой осенью. И вот тут как раз еще достала ботинки осенние. Тоже я их поносила. Так, наверное, видели у меня тут пакетик с Чул Камикс. Вот им лет 10. Все-таки, знаете, по молодости как-то в 20-25 лет мне хотелось носить. Сейчас я думаю, блин, ну это все так неудобно. Не наклониться, ничего. Вдруг сползет. Поэтому вот они у меня лежат, лежат в упаковке. Ну, так и лежат. Ну, и эти ободранные ботинки тоже расхламила. Что делаешь? Мещаю ободушки. Гренки будем делать. А я хочу ободушить. А я хочу в ренки. Точно так, конечно. Жаль, что тут же сядет. Наконец-то нам дали отопление. Поэтому сушилка переместилась ближе к батарее. Ну, причем отопление дали не во всех комнатах. Очень это странно. Слушайте, как хорошо у меня стало распускаться, разрастаться розочка. Какая прелесть, да? Веревки стоят. Ну, и для тех, кто просто любит смотреть мой контент, мои ролики, я приглашаю вас продолжить дальше уже во влоговую часть. В общем, избавилась я, подведу итог, от двух пуховиков. Это длинный и короткий. Но они действительно уже смотрятся неопрятно. Наполнитель там куда-то сбился в куче. Как я уже сказала, сейчас я в таком возрасте, когда я еще молодая и красивая, но уже, знаете, не совсем там сопливая девчонка, как-то хочется себя нести достойно. И хочется, чтобы вещи подчеркивали больше мое такое состояние, чем, ну, вот как-то шалтай-болтай. Не знаю, правильно ли вы меня поняли или нет. В общем-то, я хочу, чтобы даже если они стоили, ну, недорого, но они выглядели хорошо, качественно, ниток не торчало, локатышков не было. У меня сейчас в этом есть такая потребность. Я знаю, что есть люди, которые вообще не обращают внимания на свой внешний вид, но это их, конечно, воля. Я не из тех. Я пока не хожу там безумно по косметологам, не озабочена так уж сильно своей внешностью, но что в моих силах, это я пытаюсь делать. И, как сказала уже в начале, день рождения у нас тут был у моей мамочки. Ей исполнилось чуть за 30. И я немножко приготовила ужин. Она привезла салатов. Я сделала в духовке горячее и привела немного квартиру в порядок. Приходила еще моя бабушка. Это папина мама, прабабушка девочек. Ей вот у нас немножко за 50. На горячее приготовила курицу и картошку. Картошка у нас была из поселка. Мама купила заранее каких-то приправ для того, чтобы можно было готовить в пакете. Но курицу я затолкала в пакет. Она там, знаете, как вариться начала, тушиться-вариться, поэтому под конец я подрезала пакет и там уже запеклась она до корочки. Картошку просто сделала в приправе, которая прилагалась к пакету. И еще приготовила крабовый салатик с капутом. А ты танцуй ножками. Я зажжем. Что, за 23? Конечно. 23! О, какой возраст. Какую же на 3-е? Нет, давай сначала ты, а потом мы еще зажжем. Дуйте. Желание загадала? Заново, значит. Да, поджигай. У них же некоторые пользоваться моментом. Загадывай. Ваш дачи. Ура! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Все, наш день рождения закончился. Посиделки подошли к концу. Маму отправила, естественно, я ничем ее не напрягала. Мытьем посуды. Помою сейчас сама. Муж уехал уже снова на работу. Вот такую книгу в этот раз слушаю. Я ее читала в электронном варианте. Дошла где-то до середины книги. Конечно, уже подзабыла. Ничего не записывала. Вот всегда думаю, сейчас прочитаю сначала, а потом перечитаю и основные тезисы запишу. Но на этом как бы закончилось мое изучение данной темы. Поэтому решила включить еще раз в аудио формате. Я покупаю подписку на ВД электронной библиотеки. Идеально. 400 рублей в месяц. Там просто огромное количество нужных мне книг. Просто вот делай свои домашние дела. Включай наушник и слушай. Просвещайся. Ну все, давайте. Будет сейчас небольшая мотивашка на уборку. И я хочу сделать его вот так. На этом я заканчиваю свой ролик. Спасибо большое за внимание. За то, что досмотрели вы до конца. И за вашу обратную связь и поддержку. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Пока-пока.